Друзья, добрый день! 26 августа сегодня. Продолжая тему эффективности, хочу обратиться к двум комментариям, которые прислала подписчица Наталья. Я их даже зачитаю сейчас. Это касается эффективности образования, эффективности управления в образовании. Во второй гимназии взращивают оппозиционеров, и это уже давно не секрет. Наш сын там учился, и мы свидетели всего этого, где русский язык был один-два раза в неделю, а иностранное каждый день. И если ты слабый ученик, про тебя там забудут, так как нужны одни медалисты. О воспитании как личности я вообще молчу. Далее пошла речь об статистике, важности статистики, как основного элемента в данном случае. Да, с этим тоже соглашусь. Допустим, директора гимназии тоже волнует только статистика об успеваемости детей, им нужны только одни медалисты. Слава богу, что не все такие. Но они есть и таких большинство. Результат на выходе практически все медалисты либо за границу уехали и там работают, либо тут грузчиками работают. Кстати, такие и выходили в августе 2020 года. Вот где наши медалисты. Получается, что мы тут взращиваем их не на благо и пользу отечеству, а наоборот. Наталья, да, действительно, вы абсолютно правы, я с вами согласен. Я только дополню, что на мой взгляд, как только в образовании появляются деньги, а в данном случае речь идет о стимулировании и директора, и самой гимназии, либо лицея, либо школы, и доведение каких-то планов, и требования, чтобы вот там или с твоего класса, или с твоей школы было столько-то медалистов, куда-то поступили и все остальное, от этого идут плюшки, премии и все остальное. Так вот, как только в образовании появляются деньги за это, это сразу превращается в коммерческий проект. Именно поэтому здесь важна статистика медалистов, статистика количества, кто куда поступил и все остальное. К сожалению, это так в большинстве случаев. Проблема в том, что таких медалистов, там, ну, до 10% в лучшем случае из класса. Все остальные идут по остаточному принципу. И дело в том, что все вот усилия и средства вкладываются в этих детей, которые потом продолжают обучение за границей. Кто-то остается работать там и поднимает промышленность, экономику других стран, работает на благо других государств. А кто-то возвращается сюда в виде пятой колонны. И уже это совсем другая история. Поэтому я считаю, что будет не лишним обратиться к опыту такого великого преподавателя, на мой взгляд, Антон Семенович Макаренко. Я думаю, что этот человек заслуживает такого памятника в образовании. Та информация, которая у меня есть о нем, ну, мне кажется, этот человек глыба и достаточной информации о нем, о его методиках для того, чтобы взять их за основу в воспитании и образовании наших детей. Спасибо. Спасибо.